Христос Кто там, кто здесь. Можно слышать, что скоро Христос придет на землю, всех спасет, и что ожидается второе пришествие Христа. Я так же, как и все, ожидала Его пришествия. Сегодня 25 декабря 2014 года. Я с уверенностью могу сказать, что Христос уже пришел. Уже пришел в наши души. Только понять это можно тогда, когда заземлишься с планетой, признаешься царство природы. Минеральное царство, растительное царство, животное царство, человеческое царство, сверхчеловеческое царство, ангельское царство и духовное царство. Планета начинает вести с тобой диалог. Ты будешь знать, что делать, когда делать. Ты активируешь планетарное сознание и начнешь управлять стихиями – огнем, водой, воздухом и землей. Это возможно только в одном случае, когда ты обретешь сознание Христа или чистоту помыслов, или глубокое смирение, или понимание своего предназначения. Может быть, я кого-то удивлю здесь, может быть, нет. Но мы всегда умели это делать. Все. Практически все, живущие здесь в это время, были жителями Лемурии. И во времена Лемурии все обладали этими способностями. Мы возвращаемся сейчас в энергии Лемурии, в энергии нашего прошлого, аккумулируя в себя опыт, полученный в эпоху Калиюги, в эпоху Ночи. Мы показали на своем примере, кто как может справиться с тяжелыми энергиями разделения. А сейчас снова возвращаемся к нашей естественной чистоте, красоте. И постепенно раскрывается величие мироздания. И раскрывается оно через глубокую связь с природой. Природа естественной и не агрессивной. И опережает в развитии человеческую эволюцию. Слышать Христа может только ваше сердце. Приходит Христос. В тайную обитель вашего сердца голографически. Он придет каждому человеку, который откроет ему свой мир, кто пригласит его в свою душу. Христос могуществен. И придет в душу ко всем землянам. Он голографически способен наполнить любовью сердца всех людей планеты. Нужно понимать, что любовь – это высокочастотная энергия. И поэтому пространства вашего сердца должны быть свободны от низких частот, боли, обиды, от привязок и ненависти. Смотрите видео «Освобождение от старых энергий». Если сердце любого человека наполнено любовью Христа, то этот человек может сказать, что Христос говорит словами любви. Нетрудно догадаться, что его любовь – безусловно. Говорит Христос. Вы прошли точку невозврата. Вы открыли чистоту мудрости, когда каждый новорожденный, пришедший на Землю, уже мудрый. Вы – носители света. Вы сможете объединиться под флагом любви на планете и ко всему, что воплотилось здесь на Земле. Случайностей не бывает. Границы между государствами исчезнут. И мировое правительство будет учитывать интересы всех народов. Я прихожу в ваши любящие души по закону соответствия. Люди, любящие друг друга, совершенны. Моим именем в темные времена, в прошлой эпохе, прикрывали алчность и зло. Теперь все изменилось. Вы заякоряетесь, заземляетесь с вашей планетой и открываете планетарную любовь и мою любовь в небес. Вы объединяете небо и Землю своей любовью. Любовь – могущественный клей, и она в состоянии склеить небо и Землю. Это прекрасно и видно во всем космосе. Не стоит манерничать и демонстрировать лжедуховность. У вас нет света, и это видно нам здесь на небесах. Лучше честно и маленькими шажками идти в свою сторону к искренности и принятию. Доверие ко всему происходящему поможет вам удержаться на высоких энергиях, на высоких энергетических волнах 2015 года. Вы движетесь в вечность. Знайте, что вы всегда любимы. Знайте, что любая драма – это только иллюзия. В любви истина, утешение и доверие. Вы движетесь к своему могуществу. Вы в шаге от открытий. Всегда любящий вас Христос. Почитаемые и уважаемые земляне, мы маленькие боги и очень быстро растем. Не по дням, а по часам и минутам. Пусть наши сердца наполняются любовью Христа. Это и есть второе пришествие Христа на Землю. Коллективное сознание любящих душ открывает нам связь с планетой, а затем открывает связь со всем космосом. И у нас получится объединиться. Удачи!